В июне 1423 года, недалеко от Ростова-Великого, пастухи увидели дивное явление. В столпе света с неба спускался крест, от которого исходил голос, повелевший построить на этой месте храм. В богоборческие времена церковь закрыли. Чтобы спасти животворящий крест Господень, прихожане перенесли его в церковь в селе Годеново. Там он и остается до настоящего времени. А в память святыни несколько лет назад был организован автомобильный крестный ход «Святая Русь». В этом году молитвенное шествие продолжается на Дальнем Востоке. Участники автомобильного крестного хода «Святая Русь» решили повторить маршрут цесаревича Николая Александровича Романова, который наследник Российского престола проделал 130 лет назад. Арсеньев не входил в число городов, которые посетил будущий царь, но крестоходцы решили побывать и в Арсеньевской епархии. Я помню прошлый год, когда мы были здесь, такой теплый пильон, и видно заинтересованность владыки Фурия в том, чтобы приезжали такие интересные люди со святыми, рассказывали местным прихожанам. Мы поняли, что проследовать буквально, попутиться цесаревича, как мы хотели изначально, у нас не получится, потому что отрезок, это двое суток, цесаревич проплывал по реке Сунгача, у нас не получится. Но у нас нет такой возможности, нет плавсредства, нет такого катера, нет погранзоны, то есть мы уже были с пограничниками договориться заранее, договоренности такой нет. Поэтому нам оставалось либо проследовать раньше и вперед уехать, либо где-то еще остановиться, и мы решили попробовать сюда. Главной святыней автомобильного молитвенного шествия является специально изготовленная копия животворящего Годеновского креста, который сделали в артели Уфимский иконостас. В Кафедральном Благовещенском соборе был отслужен благодарственный молебен. Затем в Духовно-Просветительском центре состоялась встреча с организаторами крестного хода и историком епархии. Первый автомобильный крестный ход «Цвятая Русь» состоялся в 2017 году. Организатором проекта стало Магаданское общество инвалидов. Тогда участники крестного хода проделали путь от Магадана до Донбасса. В этом году в Арсеньевской епархии крестный ход посетил и воинскую часть номер 780-19 отдельную разведывательную эскадрилью села Варфоломеевка. Сегодня так интересно было с бойцами поговорить. Ребята выходили, потом говорили спасибо. То есть часто бывает так, что загоняют, да, командира, вот слушайте, что вам сказать. А здесь они не просто стали слушать, а слушали с интересом. И вот только допрощались, помогали нам заносить крест, заносить иконы в машину обратно. Благодарили за то, что мы к ним приехали, их посетили. Вот это же главное, главная задача крестного хода, чтобы люди что-то по себе новое почерпнули. В 2023 году будет отмечаться 600-летие явления животворящего Гаденовского креста на русскую землю.